Приветствую, я Зок. Добро пожаловать на курс Земляне 101, ускоренную программу для инопланетных гостей. Итак, о чем этот курс? Я расскажу вам все, что необходимо знать инопланетному гостю о земляных и их планете. И не важно кто вы, космический турист, пришелец, ученый или межгалактический завоеватель. Если вам интересны люди, этот курс для вас. Первая серия общей информации о расе людей, которые называют себя человечество. Земляне обитают в довольно скучном уголке галактики, они не особо красивы, умны или вкусны. Так что же в них интересного? Ну, их планета оказалась внутри заповедника, внутри нетранзитной зоны на нейтральной территории между Империей Андромеды и Союзом Галактических Коммунистических Республик. Таким образом, планета находится вне юрисдикции всемогущего и вездесущего галактического бюро. Перепись населения потребует больше бумажной волокиты, чем последняя галактическая реформа налогообложения планетарных колец. Жизнь на Земле развивалась без присмотра. Войны и миграции происходят без разрешения, виды появляются и исчезают без документов. Вся прибыль остается на планете. Они даже не платят налог на Луну. Их дом небольшой камень под названием Земля, вращается вокруг посредственной звезды по имени Солнца. Отсутствие налогов позволяет им иметь огромную Луну. Планета в основном покрыта гидроксидом водорода, или дегидрогеномоноксидом, с плеской, противной субстанцией, токсичной для большей части жизни в галактике. Земную жизнь можно разделить на четыре типа существ. Растения. Пучки зеленых волокон. Они крепятся к Земле и питаются солнечным светом. Во-вторых, животные. Передвижные бурдюки красной слизи, которые едят растения, а иногда других животных. В-третьих, люди. Розовые бурдюки слизи, которые едят животных и растений и занимаются странными вещами в свободное время. Об этих вещах мы и поговорим в течение курса. И, наконец, есть сто тысяч миллионов маленьких существ, микробов, которые едят всех остальных. Но микробы настолько малы, что земляне не могут разглядеть их своими примитивными глазами. Поэтому люди считают себя вершиной пищевой цепочки и доминантным видом на планете. Во время визита вы можете услышать историю о существах, которые питаются людьми, любят лунный свет, но избегают солнца и гидроксида водорода. Но эти существа не настоящие. Земляне их выдумали. Выдумывание. Одна из странных вещей, которые делают люди. Мы расскажем об этом в следующих эпизодах. Стратегический совет. Земля покрыта гидроксидом водорода, поэтому планируя вторжение, убедитесь, что ваше судно, боевые скафандры и оборудование неводорастворимы. Будет неловко наблюдать, как ваш могучий флот тает под летним дождиком. Жизнь на Земле сводится к трем вещам. Питание, размножение и неумирание. Хотя, все еще проще. Ведь питание это неумирание. А суть размножения и неумирания, это сохранение генетического кода. Генетический код – это четверичный код, записанный на молекулах, спрятанных в строительных кубиках организмов. Он определяет внешность, способности и поведение существа. Успешный код – это тот, чье существо защищает и распространяет его. Иными словами, питается, размножается и не умирает. Со временем у животных появилось много уловок, чтобы лучше питаться, размножаться и не умирать. Естественное оружие. Размер – бесполезные, но красивые рога и перья. Скорость – броня. Камуфляж – умение карабкаться и даже летать. Но когда дошло дело до людей, природе стало лень и они ничего из этого не получили. Она просто дала им мозги и сказала, чтобы дальше разбирались сами, что они и сделали. И надо сказать, довольно успешно. Все, что им не досталось от природы, они сделали сами. И назвали это – орудие. Орудие позволило им адаптироваться к любым условиям лучше, чем любому другому виду на планете. Пожалуй, кроме микробов. Советы туристам. Отпуск на Земле – это захватывающее, но дорогое приключение. Если у вас ограничен бюджет и свободны только одни выходные, позвольте предложить вам Луну. Там немноголюдно. Отличный вид на Землю. И есть шанс наткнуться на различные человеческие артефакты. Один из лучших способов продолжать питаться, размножаться и не умирать – это убивать. Земляне в этом эксперты. Человечество – единственная галактическая цивилизация, которая изобрела водородную бомбу раньше устройства телепортации. Они убивают растения и животных, чтобы сделать пищу. Других людей, чтобы забрать их пищу и половых партнеров. Микробов, чтобы те не убили их. Земляне даже придумали, как использовать несъедобные части убитых растений и животных. Они оборачивают их вокруг своих тел. Это называется одежда. Вычурная одежда привлекает новых потенциальных репродуктивных партнеров, что может привести к новым убийствам. Чтобы земляне не перебили друг друга до последнего человека, они разработали нечто, что называется общество. Обычно земляне думают, что общество – это большая группа людей, но на самом деле это абстрактная сущность. Общество на самом деле не существует. Но это не мешает ему иметь свое мнение практически по каждому вопросу. Оно говорит людям, что им делать, чего не делать, чем питаться, какие орудия использовать, с кем размножаться и какую носить одежду. Общество по сути навязывает человеку интересы группы, в то время, как генетический код навязывает свои собственные. Земляне не изобретали общество. Оно развивалось вместе с человечеством. Общество сидит у них глубоко в мозге. В центре человеческого сознания находится эго. Оно смотрит на мир и решает, что делать. Но оно не одно. Оно опирается на темную и непонятную часть, которую мы назовем зверь. Он защищает интересы генетического кода, питания, размножения и неумирания. С другой стороны находится зануда, который отстаивает интересы общества. Зверь говорит эго о том, что оно хочет, а зануда постоянно указывает, что надо. Эго можно сказать, слуга двух господ. Зверь пытается влиять на него за счет удовольствия, страха, желания и боли, а зануда – угрызениями совести и чувством успеха. Так как один представляет интересы генов, а второе – общество. И они редко соглашаются. Эго постоянно приходится лавировать среди требований и запретов сторон. Это весьма некорректно называют свободой воли. Совет ученым. Исследуя землян, не пытайтесь хирургически разделить мозг на эти части. Это невозможно, так как они спутаны вместе. Лучше попробуйте стимулировать различные зоны электрическим током и наблюдайте за результатами. Это интересный и веселый способ изучить функции мозга, который может стать чудесным научным проектом для молодых ученых. Забавно. Но ни зверь, ни зануда, похоже, не живут в настоящем. Зверь застрял в далеком прошлом, где жизнь была суровой, законы простыми, убийство необходимым. У размножения не было правил, питание означало погоню за животными, а не умирание, бегство от хищников. Зануда, в свою очередь, в идеализированном будущем, где жизнь проста, никто никого не убивает, люди добрые и прекрасны, и дальше будет только лучше. Порой, зануда попадает в такое же идеализированное, но недалекое прошлое, где законы были строже, манеры иными, размножение практически запрещено, одежда прикрывала больше кожи, и все было лучше. Эго приходится жить в настоящем и порой, очень тяжело выполнять желания обоих господ. Это была первая серия курса «Земляне-101». В других эпизодах я расскажу об эволюции, и обществе, и о таких странных вещах, как нации, мифы, сны, секс, магия, ритуалы, красота, деньги, игры, и многое другое. В следующий раз вы узнаете об эволюции, генетике, о том, откуда в генетическом коде землян взялась фраза «Кальмары, тупыни». На древнем сагитарийском диалекте. Переведено и озвучено студией Vert Dider